Протравители, все вот эти правила, которые возникли, это как устав Красной Армии, который написан кровью. 30 дней культура должна быть, находиться в идеальной чистоте. Есть как минимум 3 сорняка, которые устойчивы к гербицидам. В целом для соек ламазон считается одним из самых мягких препаратов. Здравствуйте, дорогие зрители! Это «Пять вечеров про сою» – цикл программ, в которых мы говорим об акротехнологиях и перспективах сои. Сегодня наш разговор будет посвящен защите сои. В нашей студии Александр Слухов, заместитель президента по науке компании «СОКО», Павел Милосердов, руководитель агрономической службы компании «ФМРУС». Дмитрий Бородин – технический эксперт по сои, сахарной свекле и рапсу России СНГ компании «БАЕР». Здравствуйте! И обычный, на самом деле необычный фермер Игорь Рожнов из Воронежской области. Здравствуйте, дорогие друзья! Самое главное, с чего начинается защита сои – это, как мы уже выяснили, протравка семян. Александр Николаевич, как Вы считаете, почему нужны протравители? И нужны ли они везде, во всех регионах страны? Да, это, несомненно, очень острая проблема, потому что некоторые регионы пренебрегают подобными вещами. Затем посевы очень сильно страдают от заболеваний всходов различного генеза, в том числе от фузариозных инфекций, от фитофторозных инфекций. Очень сильно повреждаются всходы, собственно, и бывает, что практически уничтожается урожай, до 80% последующего урожая, может быть, полученного урожая, может быть, уничтожено. Собственно, как и нельзя не сказать об инсектицидных протравителях, так как буквально в позапрошлом году такой вредитель, как личинка зимущей злаковой мухи в Белгородской области у нас уничтожила семеноводческих посевов практически на 400 гектарах. Поэтому, несомненно, мы считаем, что неисполнение таких технологических приемов, как протравливание семян фунгицидными и инсектицидными протравителями, является одним из грубейших нарушений в производстве, в технологии, в технологической цепочке. Игорь Алексеевич, вы протравливаете семена и пытались ли сэкономить, отказавшись от такой обработки? Мне повезло в том, что у нас есть игроном очень опытный, который ведет наше хозяйство, ну, как мониторит до поля. И вот он мне сказал фразу такую, я запомнил. Он говорит, протравители, все вот эти правила, которые возникли, это как устав Красной Армии, который написан кровью. Протравители не просто так появились. Да, и люди не просто от балды выкидывают деньги, чтобы семена сделать красными и спать спокойно. Нет, это защита от рисков. Да, вот я общаюсь со многими людьми, кому-то даже там семена продаю, и часто слышу, то есть люди там просят, допустим, сделай мне инокуляцию сои, а протравливать не надо. Вот мы уже много лет там, несколько лет, семь, без протравителей все у нас хорошо получается, и, в общем-то, нам это не надо. Но я считаю, что это до поры до времени. Вот пока ты не столкнешься с проблемой. Вот как Александр Николаевич сказал, вот она, злаковая муха, 400 гектар сои уничтожили. Вот один раз ты попадешь на вот такой случай, и все, и сразу в голове все встанет на место. Мы делаем полную схему защиты и фунгицид, и инсектицид, и подкормка, и инокулянт. Вот, то есть все полностью. Потому что, ну, как бы, сезон, да, ты весь год этот урожай добываешь, чтобы в конце там, ну, эти деньги, да, вернуть. Ты ошибся на протравке, и все, и ты, по сути, потерял год. Потерянные деньги, время, нервы, все. Лучше обезопасить себя. Мы делаем полную, как я уже сказал, схему по протравке, и как бы спим спокойно. Какие наиболее страшные вредные заболевания, которые вредят сходам? Вот, именно если речь идет о заболевании всходов, это еще раз повторюсь, это фитофтороз и фузариоз всходов. Именно на сои. В прошлом году буквально ситуация складывалась в одном из фермерских хозяйств Башкортостана, когда люди, проигнорировав данную технологическую операцию, потеряли 40% урожая. Ни один препарат не способен в дальнейшем снять эту проблему. Если проблема настигла на ранних стадиях, то есть сразу повреждаются проводящие пучки растения, они отмирают, и растение, по сути, начинает функционировать только лишь для того, чтобы выжить как-нибудь. А выжить как-нибудь, то есть максимальных и вообще каких-нибудь достойных урожаев здесь речь не идет от слова совсем. Поэтому бывало, да, подобные вещи встречаются, и мы не забываем сразу напоминать, вот как Игорь Алексеевич говорит об этих вещах, это должно быть аксиомой. То есть все должно, все технологические операции должны быть выполнены, исполнены. Тогда в таком случае предприятие может надеяться на получение самых высоких результатов. Еще я бы добавил, то есть нужно опять же перевести в деньги. Протравить семена заранее – это дешевле, намного дешевле, чем потом пытаться справиться с последствиями. Вытащить ситуацию, да. Это тоже, как вот мы говорили про инокулянты. Да, дешевле инокулировать семена и получить клубеньки нормальные, чем потом пытаться, когда клубней нет, как-то протеин этот вытянуть там карбамидом и подкормками. Полная схема протравки. Сколько стоит в вашем хозяйстве? Полная схема протравки, по моим прикидкам, где-то стоит в районе 15, возможно, 20 тысяч рублей на тонну. То есть 10 тысяч – это хороший инокулянт, и 10 тысяч – это классные препараты, фунгициды, сиктициды, все остальное. Вот мы получаем, а если мы берем сою, мы съем 100 килограмм на гектар. Полторы-две тысячи рублей на гектар. Но если потом взять тот же фунгицид, это, по сути, те же деньги. Почему лучше их сразу потратить и спать спокойно? Игорь, я думаю, что до фунгицидов потом может просто дело не дойти. Потому что уже целесообразность несения фунгицидов, может, она не настанет уже. Если мы вот этот важный период, мы его упустим в период протравки. Павел Валерьевич, чем рекомендуете протравливать семена сои? Я думаю, что к этому вопросу нужно подходить комплексно. Нельзя вот так вот взять и сказать, что вот есть какой-то волшебный препарат у нашей компании или у другой какой-то компании, который решит вам все проблемы. Все-таки ночнок соснов всегда нужно делать или нет. Это фитоэкспертиза семян. Я считаю, это как бы основа. После того, как у вас есть результаты, вы можете на основании тех данных, которые у вас есть, уже подбирать те действующие вещества, которые непосредственно будут работать по данному патогену. Помимо всех грибных заболеваний, не стоит забывать то, что соя очень сильно повреждает еще бактериозом. А классические фунгицидные протравители по ним, к сожалению, не эффективны, поэтому здесь нужно выбирать такие препараты, которые работают еще по бактериозам. Также не стоит забывать то, что инфекция находится и на поверхности самого семени, и непосредственно в почве, и непосредственно в самом семени. Поэтому защита должна быть комплексной, она должна решать вопросы с внешней и внутренней инфекцией. Это непосредственно вот что по болезням и по бактериозам. Действующие вещества. Пароли. Смотрите, сейчас очень… Опять же, возвращаясь к старому, все, что новое, это хорошо забыто старое. Мы сейчас в своих исследованиях, не только мы, наши клиенты-партнеры, опять же возвращаются к такому прекрасному действующему веществу, как ТМТД, терам. Многие говорят, есть такое мнение, что данный продукт уже давно не работает, но мы видим то, что для решения вопроса с бактериозами и контактными инфекциями, это один из лучших препаратов, который сейчас есть на рынке. Если мы говорим про какое-то системное действие, то тут лучше обращать внимание на стробиурино-содержащие продукты и на основе триозолов. Вот опять же с Игорем предварительно общались, и много вопросов есть. А как же влияет все-таки тибукуназол? Многие говорят, что есть ретардантный эффект у данного действующего вещества, то, что он будет затормаживать, то, что соя не будет развиваться. Мы сейчас проводим такие исследования, конечно, есть такое мнение, смотрим на это. Но на данный момент, вот лично я от себя скажу, свой стаж агронома, свой стаж работы в химической компании, данного пока вот такого явного влияния тибукуназола вот на эти вот моменты я не замечал. Я не замечал. Может быть, кто-то мне и скажет, что нет, это все-таки аксиома, и без этого никак тибукуназол точно будет. Не соглашусь. Пока я не видел. Мы пробуем, смотрим, делаем испытания, но пока... Скажут обязательно. Мы как производители тибукуназола поддерживаем, Павла. Мы в своих опытах не замечали рентудантного эффекта. Раньше был препарат для протравливания, он содержал ципроконазол. Вот там сильнейшее было рентудантное действие, и соя всходила, если протравитель на основе тибуканазола, протиоконазола или других действующих веществ, реально 2-3 недели позже соя всходила. Но сейчас этого продукта уже нет. Ну вот и тоже мы тибуканазолом протравливаем уже из года в год, и тоже мы не наблюдали. Хотя в чатах тоже часто меня упрекают, там говорят, что он проникает внутрь, потому что там, допустим, на горохе оболочка у семени толстая, и вот тибуканазол не проникает к зародушу, а у соя оболочка тонкая, и он проникает к зародушу, и вот как-то его там затормаживает, и разными словами называют люди, да. Ну, Игорь, я думаю, что это маркетинг. Просто когда новый препарат, новый ДВ выходит на рынок, соответственно, нужно убрать старые. А через что нужно убирать старые? Соответственно, через хейт, через какие-то вот такие вот инструменты, которые вот сидят в головах по часу многих, и всё-таки, ребята, проверяйте, проверяйте сами на своём опыте, и делайте из этого выводы. И важность протравления, ну, все солидарны с тем сменением, то, что семена, если их не протравить, они являются переносчиками инфекции, то есть те поверхностные инфекции, которые есть на семенах сои, она попадает в почву, делает долговременные стационарные очаги, и потом уже сложнее избавиться от этого, то есть первостепенно протравка семян. И ещё, кстати, у меня вот вопрос, Александр Николаевич, хочу спросить. Часто спрашивают люди, вот соя, да, она жёлтая, и попадаются чёрные, чёрные, ну, семена. Ну, пигментно окрашенные. Да. Насколько это критично? Насколько их нужно убирать из посевного материала? И спасёт ли это весь остальной посевной материал? Это абсолютно не критично. Но, опять же, я не селекционер, но со слов тех селекционеров, с кем мне сейчас доводится общаться, и с кем я ранее общался, в том числе и с известным селекционером Российской Федерации и СССР, это Александр Васильевич Кочегура, который являлся ведущим селекционером компании «Соевый комплекс», это не критично. По большому счёту подобное пигментное окрашивание может возникать на высоких температурах у СОИ. И никак, никаким образом не может оно повлиять ни на всхожесть, ни на другие положительные качества, собственно, культуры. Мы ещё не затронули один вопрос, это инсектицинный компонент в протравочной смеси. Есть ли рекомендацию наших химиков? Что положить на семена? Ну, два инсектицинных действующих вещества, это и медоклоприд, и теми таксам. Группа не уникотиноидов, да, она будет уверенно справляться, вот ты непосредственно проще говорил Александр Николаевич, да, про опасность вредителя, такого как там ростковая муха, да, которая выбивает поля сотнями гектарами, может, так и тысячами. Не уникотиноиды, да, я думаю, это правильное решение в защите СОИ от вредителей. Да, и самый главный момент, что если не протравить, потом уже, когда приходишь на поле, видишь проблему, фолиарными обработками инсектицидами уже не решить. В предыдущие две программы мы много внимания уделяли подсолнечнику. Говорили, что это плохой предшественник, ни в коем случае нельзя размещать СОИ по подсолнечнику. Какие еще сорняки и засорители на СОИ могут навредить сельхозпроизводителям, Александр Николаевич? Если говорить в частности о СОИ как о культуре, то это одно из самых требовательных к чистоте полей культур. То есть гербокритичный период у культуры от сходов практически до получения, до цветения 30 дней. Культура должна находиться в идеальной чистоте. Только лишь в этом случае мы имеем право рассчитывать на получение самых высоких показателей. Это касается абсолютно всех сорняков и злаковых, и двудольных, и в том числе подалицы подсолнечника. Справляться с этими проблемами мы можем различными способами. В том числе я не устаю говорить, что ранее, когда мы не имели спектра такого широкого гербицидного, как на сегодняшний день, мы работали, если вернуться там на 30 лет назад, то это была работа в севообороте. То есть высевался предшественник кукуруза, работалась аминная соль 2,4Д, после кукурузы высевалась азимая пшеница, в азимая пшеница работалась 2,4Д, после азимой пшеницы высевался азимый ячмень, работался 2,4Д. И только на четвертый год, в очищенное от двудольных сорняков поле и от злаковых сорняков высевалась соя с междурядем 45 либо 70 сантиметров, проводилось 2 слепых баранования, 2 или 3 культивации. Как на подсолнечнике некоторые сейчас работают, по классической технологии. Да, но ведь эти технологии, они пришли не сегодня и не сейчас. И когда нас учили в те времена, нас учили, что сою и подсолнечник вообще не рекомендуется выращивать, экономически нецелесообразно выращивать при применении средств защиты растений. Вот такая была политика при Советском Союзе. Собственно, я думаю, что ничего нового я здесь не рассказал абсолютно. То есть можно работать. Извини, ремарку по поводу бронования. А меня мой старый агроном учил, что после бронования недели на поле не приезжай. Иначе ты удивишься, что там поле черное, ни одного растения нет. Мы сейчас говорим о сои. Здесь речь идет именно о сои. А соя, как всем известно, имеет очень слабый проросток. То есть очень не слабый, а хрупкий. Поэтому зуб бараны не должен достигать проростка 1,5-2 сантиметра. То есть это очень тонкая работа. Требуется настройка бороны. У бараны, как известно, я уже погружаюсь туда и еще ниже. Есть активная сторона, есть пассивная сторона. То есть здесь нужно работать именно пассивной стороной, чтобы никаким образом не повредить расткусы. А о чем говорит Павел Валерьевич? Скорее всего, это уже оборонование по всходам и подсолнечника, и сои, когда мы уже имеем всходы на культуре. Тогда, да, соответственно, лучше не травмировать психику, не заходить, смотреть на самом деле, как это получается. Из этих же соображений производили и повышенные нормы посева. То, что когда производили баранование, соответственно, с тем прицелом, что какая-то часть растений все-таки погибнет во время проведения данной технологической операции. Прежде чем говорить о сорняках и о защите, то есть должна быть соблюдена все-таки какая-то хотя бы минимальная агротехнология. У меня есть схема моя такая золотая от сорняков, которая у нас на полях сносит все и сои чисто. И меня попросили соседи, взяли семена тоже, и попросили отработать, помочь. Я свои схемы отработал, и оно заросло. Потому что там годами не боролись с сорняками, оно зарастало, зарастало. И вот пример того, что можно все сделать по химии правильно, полными дозировками, проверенной схемой, и не вычистить поле и соя. Хочу, чтобы этот вопрос подробнее осветил Дмитрий Юрьевич. Вот ключевой момент, который Игорь Алексеевич назвал, это бороться с сорняками в посевах предыдущих культур и избежать, я так понимаю, резистентности. Ну, затронули сразу несколько тем. Я хотел бы также вернуться к исторической справке. Если мы вспомним, наверное, 10-15 лет назад, какие у нас были площади подсолнечника. Мы сейчас начали с сорнополевого подсолнечника в посевах сои. И где-то к 2021-2022 году достигло рекордных объемов площадь подсолнечника, которая у нас там 10 миллионов гектаров, а то и больше. За счет чего? То есть классика практически не росла. Он рос за счет сульфа-технологии и клеофил-технологии. И как мы понимаем, что это АЛС-устойчивые виды подсолнечника, которые при обработке становятся… Ну, они невосприимчивы к гербицидам АЛС-ингибиторов. И мы используем гербициды АЛС в пшенице, мы используем в сои, мы используем в кукурузе, мы используем в подсолнечнике. Последние годы уже и технология Convisa Smart появилась. Это мы и в свекле стали использовать сульфанилмочевины. И, собственно, мы уже пришли к тому, что видим, у нас официально, может быть, нет, но есть как минимум три сорняка, которые устойчивы к гербицидам. Это щерица, это амброзия. Ну и, может быть, к АЛС-ингибиторам не относятся, это офсюг на Дальнем Востоке. Что делать? То есть я, как вижу, мы сейчас говорим о сои. Сои – это та культура, где можно полностью убрать гербициды с АЛС-ингибиторами. Раньше рынок был совершенно другой на сои, не то, что сейчас. Если вот мы в колуарах сегодня с вами обсуждали, это был бентозон, это был имазамокс, имазатапир, потом акцефлофен с бентозоном, это Дальний Восток, фамисофен был ещё тоже, вот это вот основа. Но европейская часть – это в основном бентозон был, ну и плюс ещё тифенсульфурон. Мы стали замечать, что препараты на основе АЛС-ингибиторов стали хуже работать. Тот же имазамокс, имазатапир, имазапир. И рынок начал диктовать своё. То есть, стали появляться, шире внедряться гербициды с почвенного действия. То есть, можно разделить послевсходовый рынок и довсходовый почвенники. На рынке у нас достаточно много почвенных гербицидов. Что самое главное, их механизм действия отличен от АЛС-ингибиторов. И они чётко встраиваются в систему защиты соя. То есть, допустим, по нашему мнению, метрибузин, пераксульфурон, фломексазин. Вот три действующих вещества, у которых очень широкий спектр действия на сорную растительность. Но, опять-таки, разные условия. Я бы ещё к ним добавил кламазон. Это ещё одно действующее вещество, которое можно применять как до всходового, так и после всходового. Но здесь есть ограничения по севообороту. Если мы говорим за песчаные почвы, за засушливые условия, то по нашим рекомендациям кламазона, ну, наверное, 170 грамм максимум должно ложиться на гектар в баковой смеси с теми тремя действующими веществами, о которых я говорил. Если мы говорим за центральную часть России, где осадков выпадает больше, почвы другие, то здесь, наверное, 190 грамм будет тоже, чтобы исключить после действия наследующие культуры. Если это мы говорим сейчас за почвенный сегмент, то есть вот эта схема, о которой мы сейчас говорим, метрибузин плюс кламазон, там, или фломеозин плюс кламазон, этого будет достаточно, чтобы защитить сою. И бывают разные условия, да, засуха пришла, почвенники не сработали, тогда нужно иметь фолиарный, страховой гербицид. Здесь, ну, по нашей рекомендации, это бентозон оригинальный, ну, и плюс, если злаки есть, то это там феноксопроб. У Игоря Алексеевича была версия, что устойчивость сорной растительности возникает из-за того, что аграрии половиной дозой работают. Да, часто такое мнение звучит, и в чатах, и вживую люди говорят, и появляются препараты такие волшебные, которые, значит, говорят так, что вот вы можете снизить дозу применения гербицидов до 50%, то есть в половину меньше льем гербицидов, добавляем немного волшебства, и все срабатывает. Вот, может быть, оно и срабатывает. Может быть, гербициды в половинной дозе, они даже без волшебства сработают. Вот просто добавить по половинке, и они могут сработать. Сложатся идеальные погодные условия, сорняки будут в начальных стадиях роста, да, но тут мы попадаем, и даже если мы работаем, там, всегда любой препарат берешь, норма применения, полтора-два литра, правильно, там, или 0,75, там, там, литр, вот, и фермер любой, там, аграрий, агроном, смотрит, ну, жалко денег, да, все экономят, и говорят, да, что мы будем 2 литра, да, давай, давай, полтора. Они же пишут, они же пишут, значит, они отвечают за свои слова. Опрыскиватель нормальный, вода нормальная, все сработает, все. Год работаем полтора, два работаем полтора, на третий год раз, полтора не сработали. И мы получаем уже такую проблему, когда уже, уже здесь, и 2 могут не сработать, и 2,5 может не сработать, если резистентность выработалась. Поэтому, я бы, очень побоялся, вот, экспериментировать, вот, со всякими, вот, такими штуками, половинными нормами, все. Вот, у себя, я уже говорил схему свою, мы работаем полной дозой, даже где-то с превышением, на чуть-чуть совсем, разрешенных доз, жесткая схема, но соя, вот, сколько мы не экспериментировали, много разных там препаратов, я ни разу ее не смог, вот, выжечь полностью. Вот, Александр Николаевич сказал, что вначале это очень хрупкая культура. Да, она хрупкая, но потом, когда она подрастает, убить ее, ну, я не знаю, мне кажется, даже она и глифосат может быть выдержит. Сою убить сложно. Сложно, химию убить сложно. Поэтому, ну, вот, я для себя, может быть, я не прав, не знаю, вот, я для себя взял такую политику, что мы работаем полными дозами, вот, да, пусть соя поболеет, пусть что-то, но мы точно знаем, что мы выжгем весь сорняк напрочь, да, и резистентность, ну, не должна вырабатываться. Да, здесь поддержу, половины нормы, это плохо, так как, также и большие нормы, вне регламента, это тоже плохо, то, что способствует резистентности. Вот, то, о чем вы сейчас говорили, добавлять какие-то там супервещества, которые позволяют это делать, да, где-то они работают, но если мы посмотрим на производство того или иного продукта, то есть появляется молекула, ее подготавливают формуляции, на формуляции может быть уйти от года до четырех лет, чтобы она хорошо сработала, и мы все знаем, что действующее вещество, ну, это по сути, это кристаллы, да, или там порошок, который, ну, попадая на лист, он действует тогда, когда жива капля, то есть вот эти суперчудо-средства, которые позволяют действующему веществу находиться в водной среде, и тогда это проникает в растение, но, как я уже говорил, на производство, на вывод действующего вещества на рынок, коммерциализацию, у РНД-компании может уйти от 8 до 11 лет, и где испытываются различные нормы, фитотоксичность и тому подобное, собственно, если есть регламент, его нужно четко соблюдать, не делать ни полунормы, ни превышать их. Павел Валерьевич, какие гербицидные схемы провалились в текущем сезоне, какие были ошибки? К сожалению, вот в этом году, вот мы что видели, не так эффективно сработали гербициды, которые имеют больше такого контактного действия, и я не говорю только про центральное Черноземье, я говорю и про юг, я говорю и про Поволжье, и центр, само собой. Дальний Восток, там Сибирь в этом году совершенно все по-другому, Сибирь заливала, Урал заливала, в Дальнем Востоке там все стабильно с этим. И, к сожалению, вот те действующие вещества, например, ацифлюрофен, фомисофен, вот в той части России, где преобладала засуха, где влажность воздуха была на низких значениях, не дорабатывали данные группы, соответственно, те дозировки, например, я очень хорошо помню 2022 год, когда работали все контактники, работали замечательно, минимальными дозировками, литр 1,2, ну, сносил полностью все, мы там хлопали в ладоши, писали схемы там, вот, наступил 2023 год, пришла засуха, все, проникновение не то, и, соответственно, то ДВ, которое есть, оно не так эффективно проникает в растение, не решает, то есть, тут нужно добавлять павы, увеличивать дозировки, то есть, сейчас уже мы говорим, то же самое фамисофены, ацифлюрофены, должно быть по полтора литра, не в чистом виде, ни в коем случае, смеси с бентозоном, вот эти вот схемы, вот, так что, вот такие схемы, и плюс еще очень много нареканий было к эмидозеленоновой группе, вот, много говорили про резистентность, да, много говорим о том, что, что-то не дорабатывает, вот мы заметили то, что с Амазомоксом в этом году, реально, есть вопросы к нему, очень много, особенно там, где вот сорняк, упустили, там, где есть возможность, нескольких волн сорняков, там он не дорабатывал, обязательно к нему нужно было давать какое-то усиление. Можно ли сказать, что есть какие-то стабильные схемы гербицидной защиты, которые будут работать в любой год, при любых условиях? Опять же, мы не можем всего взять в совокупности, потому что везде преобладают разные сорняки, брать то же самое там, юг, Кубань, амброзия и канатник, да, это вот, я не знаю, самый бич у них. Если брать центральную часть, то у нас падлица подсолнечника, у нас марь, та, которая опять в засушливую погоду становится супергонатичной, какая-то устойчивая, да, которая сложно, вот, есть схема, да, которая работает, ну, практически на всей территории Российской Федерации очень эффективно по основным сорнякам, опять же, не по всем. Расскажите. Да, я скажу, это бентозон, это плюс кламазон и плюс тифисульфурон, хотя по тифи есть как бы вопросы, я, честно говоря, не сторонник, но вот со всеми, и с коллегами, и с клиентами общаюсь, все вот хотят вот почему-то добавить по 5-6 грамм, я говорю, что тебе это даст? И все говорят, ну, мне вот кажется, что вот работает вот получше, как тут лучше скрючивает, лучше как-то вот, тоже проводили исследования, смотрели, честно, я вот такой огромной разницы не заметил, вот, ну, пусть она будет, пусть вот этот третий компонент, это будет тифисульфурон, вот эта схема решает очень много вопросов со сложными сорняками, прям на большой территории, но такие сорняки, например, как в Юнок полевой, вот, нет, тут уже нужно применять какие-то контактные схемы, да, тот же самый там фомисофен или ацифлюрофен, они вегетативную часть сшибают у него, вот, если у кого-то полынь, то тут вообще как бы это сложная история, у нас вообще в компании есть большой опыт защиты СО, и я думаю, что в первую очередь он пришел с Дальнего Востока, там есть такие сорняки, которые мы здесь у себя на территории центра, да, никогда не видели, вот, и они там делают очень серьезные схемы с применением таких действующих веществ, которые у нас применять вообще нельзя, например, такой же диклосулам, выводим сейчас мы у себя в линейке данное действие вещества, делаем испытания, вот, заложили минимальную дозировку, вообще маленькую-маленькую, я даже не помню, там 10% наверное от нормы, а соя была чистейшая, вообще вопросов не было, на следующий год посели азимую пшеницу, в этот же год посели азимую пшеницу, и весной вы видели то, что вот там, где было перекрытие, там просто выжги поля, там ничего нет, то есть мы понимаем, то, что препараты это не для наших севоборотов, не для нашего как бы зоны, да, я имею в виду центральную Черноземь, это для Дальнего Востока, там, где есть монокультура соя, да, есть такой севоборот, по которому она не будет влиять, вот, ну, как-то так вот. Можете ли назвать мягкие действующие вещества, которые имеют минимальные последствия на сою? Да, первое, самое, наверное, мягкое действующее вещество, хотя вот, знаете, тут тоже такой вопрос очень спорный, некоторые считают мягкое действующее вещество, когда, в принципе, видно, что растение не болеет, хотя здесь есть большое заблуждение, те же препараты на основе сульфанилмочевины, они не сильно показывают, что растение болеет, но растение полностью останавливается в росте и большое количество времени просто не вегетирует, а есть препараты, например, опять же, фомисофен, асифрофен, они контактники, они сразу, ты видишь то, что растение в стрессе, оно выжигает, радиальные листья очень сильно, очень вредит тройчатке, но, тем не менее, растение быстро отходит и быстро начинает развиваться, то есть, она рост практически не прекращает, вот, и хочу сказать пару слов про такое действие вещества, как кламазон, кламазон – это прям соевая тема, очень интересная, с которым нужно уметь работать, да, это непростой препарат, который может и улететь, и какую-то токсичность показать, и после действия, но, в целом, для соек кламазон считается одним из самых мягких препаратов, хотя он тоже как бы за счёт своего ингибирования пигментов может осветлить части листьев сои, но, тем не менее, никакого критичного воздействия, развития никак, никаким образом не осуществляет. Это если в минимальных дозировках кламазон применять, если превысить дозировку, он может... Я свой опыт сейчас вспомнил, спрашивали мне чуть раньше, я вот вспомнил, опыт был в Краснодарском крае, на союз защищали, и сравнивали бентозон, трёхкратная обработка литр, 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 первая схема, и потом имазамокс плюс феноксопроб, смесевой продукт. Я заметил, что отставание было практически на 2 недели, там, где был имазамокс с феноксопробом, по образованию бобов тоже сои это отставало, и в урожай там, конечно, проиграло. Но тут ещё важный момент, то, что если мы сою, можно сказать, душем, такими серьёзными схемами, серьёзными препаратами, мы не только проиграем в урожае, мы проиграем ещё в сроках уборки, Игорь не даст соврать, то, что это архиважная задача для фермера убрать в сухую погоду, не дожидаться. Вот в этот год, да, всем везёт, все, наверное, уже давно всё убрали, или кто-то сейчас доубирает. А когда вот, ну, классический год, когда тебе даётся 10 дней в сентябре убрать, а потом наступают месячные дожди, и ты вынужден убирать сою сырую, нести огромные потери, нести затраты на логистику, на сушку, и вот гербициды очень важны в этом. По поводу всех сорняков, там схем защиты, в каждой зоне свои сорняки, как мы сказали, и каждому хозяйству нужно выработать свою схему. Вот по-другому никак, никто вам не даст волшебную таблетку и сказать, вот так делай, и у тебя всё будет нормально. Нет, потому что, сказали, в Краснодаре, амброзия, на Дальнем Востоке, там, чина какая-нибудь, в Юнок. На Калифа. Ну, да, там, в Шалфее даже, Александр Николаевич говорил. Очень страшный сорняк. Страшный, да. На юге, да. Да, я для себя вот выбрал, да, почвенный гербицид, мне нравится, как фломексазин работает. То есть, тот же там Плэдж, или у земляковых, стимпульс, аналог, хороший препарат, и тот, и тот. Или, если надо подешевле... В пользу случаям, у ФМРУС тоже выходит фломексазин на рынок. Вот, есть ещё, если кто-то подешевле, если поля чистые, там, хочется сэкономить, оксифлуорфен, мне вот понравилось, как работает, дёшево. Оксифор, ваш же, по-моему, препарат. Оксифор тоже отличный, на подсолнечнике, на сой зарегистрирован, почвенно дешевле намного, всё, литр на гектар, всё, просто снимай. То же самое касается потом уже страховых гербицидов. Каждый подбирает свою схему. Я свою золотую схему нашёл, то есть, 2,5 литра базограна, там, 0,3-0,35 кламазона, ну, и тифи, куда без него, тоже мы добавляем там 8, даже 10 грамм. Вот. То есть, это схема рабочая. Что меня подвигнет на то, чтобы эту схему изменить? Когда я увижу проблемы, вот я буду работать, работать из года в год, потому что у меня куча других проблем. И культур. И культур, да. Я нашёл вот рабочие, и я буду им работать до того момента, пока я вижу, что это перестало работать, нужно что-то менять. Александр Николаевич, я хочу, чтобы вы рассказали страшную историю, когда пропали не только клубеньки, но и бобы у сои. В этом году в Волгоградской области звонят люди и задают вопрос. На вашем сорте нет бобов. Что случилось? Мы находимся в недоумении, соответственно, задаём людям вопрос. Пришлите, пожалуйста, видео. Присылают люди видео. Соя, листья все имеют ажурный вид, то есть практически полностью повреждена вегетативная часть, вредителями. Начинаем задавать вопрос по вредителям. Нам отвечают, да, мы, говорит, упустили вредителя, мы уже, когда пришли на поле, уже наблюдали там второй-третий возраст акацевой огнёвки, совок различных. Ну, обработали, ну, собственно, потом, когда после обработок зашли, вот бывает и так. К сожалению, когда не отдают должное таким вещам, как вовремя прогнозирование листогрызущих и тому подобных вредителей, можно потерять до 100% урожая в сои на культуре. Каких вредителей искать прежде всего в посевах соли? Это, если говорить о вредителях, это совки всех, генерация, акацевая огнёвка, совка, паутинный клещ в том числе. В этом году было всё. В прошлом году не было, ну, было очень мало, отмечалось акацевой огнёвки в связи с тем, что... Дожди были. Ну, в том числе, да, очень сильно зависит от влажности, от температур, но в прошлом году наблюдалось засилие очень большой паутинного клеща. Соответственно, у Байера есть предложение по паутинному клещу. Действующее вещество, продукт Ультор называется, отличный продукт. Чем он отличается от всех остальных на рынке. Это, наверное, единственное действующее вещество, которое может перемещаться из инсектицидов вниз. То есть, если у нас все инсектициды перемещаются крапитально вверх, то Ультор, спират и травмат, действующее вещество может перемещаться и вниз, и вверх, и переходить с листочка в другой листочек. Вот, собственно, его уникальные свойства. Ну, и помимо, что имеет очень высокую эффективность против паутинного клеща. Вы рекомендуете работать инсектицидами превентивно или зная, какие примерно есть вредители, подбирать схему? Ну, вредители тоже тема такая очень интересная, и за ними нужно глаз до глаз, различные методы мониторинга. Сейчас, мне кажется, любая уважающая фирма себе имеет различные скаутные, как скаут-системы, да, и, собственно, прогнозы вредителей, они очень простые. Они на основе математических моделей выстраивается прогноз, что он и оповещает сельхозтоваропроизводителя. Но, опять-таки, момент следующий. Да, система сказала, что, да, сложились условия для, там, отрождения какого-то вредителя, но необходимо прийти в поле и посмотреть, есть он или нет. И в этом случае, ну, вот сейчас это говорили, что много вредителей было, не услышала, о какой территории это говорилось. Волгоградская область. Волгоградская область. Да, и последние два года в ЦЧР провёл, но, если справнивать этот год и прошлый год, паутиного клеща было меньше. И, опять-таки, хотя очень засушливые условия были в этом году, сложились по сравнению с прошлым годом, но прошлый год, как мне показалось, да, по моим ощущениям, что клеща было больше. Да, так и есть, на самом деле. И когда работает, да, ещё, по-моему, прозвучал вопрос, если говорить конкретно по паутиному клещу, ну, обычно это верхний ярус, белёсость листа, то есть, пришёл, посмотрел маршрутное обследование и принимаешь решение. Ну, банально. Просто нужно дойти до поля и пройти его. Да, ну, тут ещё возникает, знаете, какой вопрос, чисто вот, просто производственный. Иногда на, нагрузка, если мы помним, нагрузка на одного агронома, что считается нормально, это порядка трёх, трёх с половиной тысяч, да, когда один человек может пройти, обследовать, проверить те же самые феромоновые ловушки, да, которые установлены для того, чтобы отследить лёд вредных объектов, то зачастую у нас в наши дни нагрузка на одного человека возрастает там до неимоверных 15-20 тысяч на одного человека гектар. Соответственно, человек, ну, как говорят иногда, сами агрономы говорят, мы превращаемся в асфальтных агрономов, то есть, дай бог проехать мимо поля в этот день и хотя бы посмотреть на это поле со стороны, со стороны дороги. А паутинный клещ, его очевидное вот это повреждение, как, допустим, акацевые там или огнёвки, или совки, если мы здесь видим повреждение листа, то от паутинного клеща мы наблюдаем некий хлороз, ну, такое вот побеление небольшое листового аппарата, соответственно, агроном может решить принять это, ну, просто за вымочку, да, да там, наверное, понижение, там, влага собралась, ну, вымочка небольшая, а на самом деле там участок, где уже свирепствует, паутинный клещ, и на который нужно заходить и обращать внимание, в общем, нагрузку тоже нужно рассчитывать на агрономов. Игорь Алексеевич, какие вы встречаете, каких вредителей вы встречаете у себя в хозяйстве? Совка. Как мы боролись раньше, это же, ну, проблемы из года в год, это совка когда-то больше, когда-то меньше, ну, она всё каждый год есть. Мы работали древней схемой, древней, как вообще, имидоклоприд, там, 80-100 г, такая хорошая дозировка, и лямбда цигалатрин, там, 120 г. Когда возраст гусениц, ну, там, до, там, может быть, четвёртой стадии, ну, в общем, когда гусеница маленькая, проще говоря, мы, вот сколько, хотя уже мне люди говорили, что это не работает, вот, я не понимал, думаешь, говорят, мы работаем, может быть, люди просто упускают гусеницу, уже, там, возраст становится больше, поэтому они не снимают, ну, оказалось, нет, в этом году мы успели, отследили, всё, мелкие эти червячочки, все эти разноцветные поползли, мы стандартно работаем, как всегда, захожу через пару дней, ползают, через 4-5 дней ползают, там, неделю ползают, непонятно. Мало того, что ползают, жрут и растут, наверное. Жрут и растут, да, а я-то жду, что сейчас они наедятся, им станет плохо, они посыпятся, нет, не происходит. Звоню у соседя, говорю, что вы делали? Они говорят, хлорперифоз, хотя новое, новое ДВ, даже многие про него ещё и не слышали, да, кто-то уже им работает, я говорю, как, ну, 50 на 50, половина упала, половина не упала, вот, непонятно, что делать, да, обратился вот в ФМРУС с ребятами, как-то получилось так, они говорят, вот, есть уже там новый препарат, метамил и бифентрин, да, по-моему, ДВ, метамакс, да, метамакс, я услышал про него первый раз, хотя он тоже уже на рынке несколько лет, всё, взял попробовать, отработали, соя стояла полтора метра высотой, густая масса, да, проблема была только в том, что даже 300 литров на гектар мы работали, до нижнего яруса не дошло, да, вегетативная масса очень большая, очень большая вегетативная масса, то есть, верхний, там, до среднего яруса всё попадало напрочь, снизу гусеницы эти остались, вот, ну, хотя он там системное действие, ну, трансламинарного метамил, это трансламинарного действия, да, он как раз, вот, у него и направленность напротив чешуи крылых, этот, ДВ мы взяли даже больше с садов, вот, там, где полдожорка, да, вот этих слонов образно побеждать, и, ну, два года сейчас у нас на регистрации данный продукт, ну, вот, опять же, сейчас делаем аналитику его эффективности, что в этом году вообще хорошо работало, к сожалению, фосы, да, почему-то в этом году испытывают огромные проблемы, мы берём за эталон работы инсектицидов, это, наверное, Юг, это Краснодар, Ставрополь, там, вот, они первые встречаются с этим, со всеми проблемами, сюда доходят уже, можно сказать, отголоски, но всё эффективное, что там работает, сюда переносим, и, в принципе, ни разу не ошиблись, и в этом году хорошо работал хлорантронелепрол и метамил, вот, именно, что брать, вот, Юг, Краснодар, то есть, эффективность 90 и выше процентов, опять же, Игорь правильно говорит, бывает разного возраста софьи, да, на одном и том же растении, но тут тоже важно понимать то, что быстрого эффекта, оно не будет, всё равно, ей нужно съесть определенное количество летального вот этого, да, препарата, для того, чтобы всё-таки погибнуть, то есть, тоже чудес не бывает, не бывает такое, что ты раз опрыснул, и у тебя через час уже как бы всё лежит. В этом году ещё мы столкнулись, я никогда такого не видел, обычно вредители, они начинаются с краёв, от посадки, от дороги. От мест резервации. Ну, да, вот, а в этом году я не знаю, как это объяснять, то есть, я захожу с края, там 20 метров зашёл, ну, вроде чистенько где-то, единичный ползает, ну, ничего страшного. Раз зашёл, два зашёл, потом что-то, слухи ходят, что совка, совка, дай-ка я зайду в середину поля, я захожу в середину, и просто ахнул, там кишмя кишит, вот, казалось бы, то есть, из года в год они все по краям были, а в этом году, вот почему-то, да, они, они оказались больше в середине поля, и мы упустили. Вот опять, в деньги переведём. Моя схема дешёвая, которая всегда работала, метамил, это дорого, это прям, там не помню, тысячи, наверное, полторы на гектар выходит, там, или тысячи, ну, где-то я уже не помню. 1200, наверное. 1200. Специализированный препарат, да, поэтому он дорого. Здесь всё, всё-таки дешевле походить по полю и почаще походить для кармана дешевле, выявить их на ранних садях и отработать подешевле, чем уже потом. Есть у меня друзья, да, которые работают против чешуекрылых только перитроидами, но они как, опять же, хозяйство такое мощное, имеет хорошие ресурсы по обработкам, в общем, они работают повышенными нормами перитроида каждые, там, 2-3 дня. Они прям закрыли и заново пошли, закрыли, заново пошли, и они вот первых товарового возраста вот выбивают, в принципе, у них нет такого, то, что в третий возраст она даже не успевает превратиться. Я не могу не отметить ещё один метод, которым мы уже, мы пользуемся, как селекционная, подчеркну, компания, то есть, третий год, четвёртый даже мы работаем, это биометод. Это внесение трихограммы, это внесение златоглазки, габрабракона, в том числе, вносим, вы представляете, что для нашей компании потерять даже одно растение, это может быть результатом, над которым человек, селекционер работал там 3-5 лет, для нас это просто катастрофа может быть, и вот этот метод, он рабочий, мы им пользуемся, мы на наших селекционных полях работаем дважды, работаем дронами, и, соответственно, вот эти результаты, которые мы получаем, вполне нас устраивают. И этот метод, я ещё скажу больше, так как наша компания очень часто поставляем мы семена в Узбекистан, мы этот метод подсмотрели там, да, дело в том, что в Узбекистане, как в Российской Федерации, не было, ну, там очень много ручного труда, и практически средства защиты растения не используются как таковые, не гербицидные группы, и работают ещё с советских времён, да, а на хлопчатнике мы понимаем, где очень большие, в Узбекистан, это большие, огромные площади хлопчатника, удержать проблему с хлопковой совкой как нигде актуально, и то есть, вот с тех времён Советского Союза, когда это ещё была Союзная Республика, они активно использовали биометод, и работают им до сих пор, и работают эффективно, соответственно, ну, мы посмотрели, нашли себе партнёров, и начали тоже работать. Это своего рода дозаторы, то есть, вешается под дрон, ну, обычная полтора литровая бутылка, литровая бутылка, которая наполнена яйцами вот этих вредителей, которые, в свою очередь, питаются на вредных объектах, и они дозированы 5 грамм на гектар, вот при помощи этих дозаторов, расселяют, соответственно, эти яйца по полю. Через 2-3 дня яйца вылупляются, вылупляется габрабракан, и, то есть, он уже начинает вредить на, непосредственно, на совках, на огнёвках, и на всех вредителей, которые вот работают на сои, да. Люди очень часто говорят, мы очень много давим, мы заходим опрыскивателем, соя уже находится в таком состоянии, мы дороги эти накатываем, здесь работает дрон, качество прекрасное, ещё раз говорю, мы это работаем, практикуем на селекционном поле, на нашем, поэтому... Какие-то специальные условия существуют, там, допустим, в жару нельзя, вот как раз ещё, да, спасибо за вопрос, как раз вот эти факторы, которые очень сильно нас регламентируют по внесению тех или иных инсектицидных групп, они, да, химических групп, они как раз можно работать по ветру, можно работать на закате, можно работать на восходе, то есть, можно работать при высоких или низких температурах, это работает всегда. Самое главное вовремя заказать. Самое главное, да, вовремя заказать, но... С силоводами вопросов не будет. Нет, не будет вопросов, они абсолютно толерантны к этим вещам, и что ещё можно сказать, ну, нормальные компании, которые сами ставят феромонные ловушки, то есть, отслеживают лёд, но, скажу так, тоже это недёшево, и одна обработка на гектар обходится порядка двух тысяч рублей. Да, я слышал и больше даже, доходит до четырёх тысяч. Да, это недёшево, тоже недёшево, но эффективно. Я хотел бы ещё к консектицидам вернуться, поделиться мнением обработки против чешуй крылых, в частности, против совки. Но из своей практики я могу сказать, что неуникотиноиды слабо работают по ним, даже и по мелким гусеницам. С большей вероятностью могу предположить, что здесь сработал перитроид. перитроиды в больших дозировках, по мелким гусеницам, да. Но если у вас такая уже сарделька хлопковой совки, то здесь есть специализированные продукты, вот как из садов они пришли, точно так же сейчас хлорант, ранилипрол, флубиндиамид у компании БАР есть. Какие преимущества? Это вот специализированные, высокоэффективные продукты из класса диамидов, которые работают по чешуе крыла. И здесь очень важно, ну опять-таки, если там говорить за другие культуры, кукуруза, подсолнечник, на соя, здесь своевременно внести до, так скажем, начала отрождения. Это самое главное. Так-то они фолярно вносим, они частично системные, трансламинарные, в лист зашли и ждём, когда хлопка, совка отразится и съест лист. И вот сейчас мы биометод ещё затронули, как раз вот эти продукты из диамидов группы, они малоопасны для полезной энтомофауны. Хлорперифоз, неоникотиноиды, перитроиды, это всё вот как раз ту полезную энтомофауну, к сожалению, уничтожают. Поэтому здесь тоже подбирать надо. В литературных источниках очень много пишется, что вот мы сейчас говорили, да, про чешуи крылы. Габабракон, трихограмма и златоглазка, она вообще всё жрёт, да, ну и плюс ещё божьи коровки. Я бы ещё хотел небольшим наблюдением поделиться, вот мы же испытывали метамакс, да, препарат, вот, и одно, там небольшое поле было, 30 гектаров, мы полполе отработали от своей схемы, полполе метамаксом, и потом я ходил, ну как-то непонятно, разница вроде, и потом во время уборки, то есть комбайны ушли с поля, я вот так со стороны смотрел, на половине поля сидят вот так чёрные, я сначала не понял, птицы, на половине поля птицы всё усеяно, вторая половина белая, то есть там птичек нет. Гусеницы собирали. Да, до меня потом дошло, что там гусеницы опадали, и птички просто эти гусеницы начали есть. Александр Николаевич, чем болеет соя? На сои зарегистрировано более 10 заболеваний, если мы будем смотреть, ну есть заболевания, заболевания розни, есть так называемые просто косметические заболевания, которые вот допустим, такое заболевание, как пурпурный циркоспороз, буквально 2 года назад не считалось таковым, вот сейчас его ввели в перечень заболеваний, а да, карантинных даже ввели, но оно не по сути, по сути то, что мы наблюдаем из своего вот этого многолетнего опыта, по сути большой проблемы за собой не несёт, но есть такие заболевания, как белая гниль, это уже, конечно, совсем другая история, и здесь нужно обращать внимание. Кстати, что касается заболеваний, очень интересный вопрос, интересная тема. Смотрите, мы все знаем, да, и из курса растеневодства, из личной практики, что допустим, как пример, на зимой пшенице потеря флагового листа мы теряем до 45% урожайности, потеря подфлагового листа мы теряем 22% урожайности, то есть потеря двух этих листьев, флагового и подфлагового, мы теряем, можем потерять до 70% урожайности. На сои. Очень интересная вот такая вставка, ремарочка. В свою бытность, общаясь с нашим селекционером Александром Васильевичем Качегурой, он рассказал мне такой факт, научный причём. Были заложены опыты, что для сои, у сои, то есть искусственно убирался вот из классического трилистника один лист, искусственно состригали, то есть 30% вегетативной массы искусственно убиралось, и урожай не отличался от того урожая, который был получен при целой вегетативной массе, то есть 30% вегетативной массы теряется, оно может потеряться при заболеваниях. Вот здесь на эту тему можно разговаривать очень долго. И поскольку мы очень живо интересуемся подобными тематиками, задаём нашим коллегам вопрос. Всё-таки, вот есть какая-нибудь информация, что при потере 10% допустим или 30% вегетативной массы от того или иного заболевания мы потеряем какую-то часть урожая. Нам вот эти вопросы как-то чётко и внятно никто на них не отвечает. То, что мы наблюдаем, опять же, возвращаясь к таким серьёзным заболеваниям, как белая гниль, тут, да, несомненно, практически весь урожай, что для нас ещё очень важно, весь семенной урожай, то есть качество там невозможно получить, если заражается. Но то, что мы опять наблюдаем на наших полях, если мы увидели заболевание на сои, то практически, используя любой спектр фунгицидов, мы уже не наблюдаем вот такого эффекта. Даже те препараты, которые имеют вот эксцелленс эффект, так скажем, озеленительный эффект, да, не дают нам желаемого результата. Но, тем не менее, лично моё мнение, я его могу, наверное, не знаю, попытаюсь обосновать. Вот если в центрально-чернозёмном регионе, на юге у нас, в Краснодарском крае, здесь, в Ростовской области, мы не наблюдаем особо вот прессинга заболеваний. Ну, во-первых, мы соблюдаем севооборот, во-вторых, у нас влаги нет той, при которых вот эти заболевания имеют какое-то существенное значение, то на Дальнем Востоке, где за год выпадает там 1200 мм осадков, плюс соя выращивается в монокультуре, там, да, несомненно. Но здесь очень важно всё-таки попасть в фазу. И зачастую все те предприятия, которые работают вот подобными, фунгицидные делают обработки, проводят, они проводят их превентивно. То есть, ещё не видя на культуре того или иного заболевания, работают превентивно, тогда вот что-то получается. Если увидели что-то, уже какие-то пятнистости, какие-то там подобные вещи, как правило, эффект очень низкий. Но это то, что мы наблюдаем. Есть разные сорта, если, допустим, брать ультра ранний, там тоже Артику, допустим, период вегетации небольшой, там можно вообще обойтись без фунгицидов, если, ну, там, допустим, дождей мало. Так ли это? Смотрите, я об этом уже говорил, в этом году, к сожалению, посевы в некоторых вот местах, где было повышенное влагообеспечение, то есть, по 600 миллиметров выпадало, люди физически не могли зайти, обработать фунгицидами, к сожалению, мы потери имели вот от заболеваний. Даже на вот таких ранних, как Артику. Даже на ультра, потому что, ну, соя, да, опять возвращаясь к биологии, культура муссонного климата, что это такое? Неблагоприятные условия настали, она затормозилась, она замерла, соответственно, она ждет. Как только наступили благоприятные условия, повышенные, по температуре нормальные, то есть, ниже 30, после 33 градусов по Цельсию, соя перестает вегетировать. То есть, немножечко температуры опустились, влага выпала, она, Артика, полудетерминантный сорт, она заново зацвела, то есть, и продолжила вегетацию. Эти сорта, вот они, чем интересны? Они созданы для того, чтобы вот созреть за 90 дней, да, в условиях Центрально-Черноземного региона, быть посеянным 15 мая и быть убранным, грубо говоря, там, к 1 сентября. Все, 25 сентября она должна закончить вегетацию, но бывает, когда складываются условия, при пониженных температурах мы наблюдаем Алтайский край, мы наблюдаем Сибирь, мы наблюдаем Красноярск. При повышенной влажности она продолжает вегетацию, и здесь главное не заиграться с культурой, а вовремя ее остановить, то есть, дождаться 33-процентной влажности и сделать десекацию. Опять же, не могу не сказать, что некоторые люди в этом году делали десекацию, везде практикуют вот следующим образом, в большинстве регионов ультрамалые нормы вылива. Соответственно, скажите мне, пожалуйста, как можно пролить вот такую огромную вегетативную массу, которая зачастую вырастает более 1 метра, особенно на индетерминантных и детерминантных сортах нормой вылива в 5-10 литров на 1 гектар. Это практически сделать невозможно, поэтому руководствоваться необходимо опять классикой. Нужно брать лакмусовую бумажечку, располагать ее в нижнем ярусе массива, проходить и смотреть, попал ли препарат туда, куда нужно. Задают вопросы, верхняя часть вегетативная, мы сделали десекацию, соя стоит, уже все готово, уже 14% влажности, а нижняя часть еще зеленая. Соответственно, просто рабочий раствор просто не попал туда, ну как, 5 литров не может пробить просто отработанных с дельтаплана, с дельталета, тем более, да, контактный препарат. И вот, коли уже заговорили об этом, об эффекте синякации, есть препараты, которые на самом деле для нас, как для семеноводов более предпочтительны, потому что они все-таки заставляют ассимилианты все-таки пойти вот в БОП и сделать семена более выполненными. И вы рекомендуете работать заранее фунгицидом, да, не с... Ну... Если, да, руководствуется нашими вот наблюдениями, если вы приложили все усилия, у вас поле чистое, вы его защитили от сорняка, от вредителя, да, вы имеете право отработать фунгицидами и надеяться на... О прибавке мы не говорим, да, мы понимаем, что мы сохраняем только то, что мы уже сделали. Здесь мы сохраняем и работаем фунгицидами. Какой стадии нужно сохранять? Очень интересный вопрос, я думаю, вот я этот вопрос, этот самый, задаю всем коллегам, которые эти препараты реализуют, потому что, смотрите, что у нас происходит, зачастую говорят, чем в более ранние фазы мы отработаем, тем лучше, я соглашусь с этим. Но тут возникает другой вопрос, допустим, на юге, да, или вот у вас, вы сеете семеноводческие посевы с междурядием 70 сантиметров, и вы получаете три тройчатых листа, допустим, там, когда у вас еще междуряди, ну, практически они оголены, и получается, что 80% вот этого дорогостоящего препарата вы просто-напросто опрыскиваете землю, почву, да, совершенно верно. Поэтому говорят, что, чтобы вот эффективно отработать, надо дождаться пока сомкнуться междуряди, но тут возникает два технологических аспекта, если мы сеем с рядовым способом, то есть на 15 сантиметров, да, это одно, мы здесь можем в самые ранние сроки зайти, а если мы сеем с междурядями 45 и 70, вот здесь какой вопрос, но это вопрос не ко мне, всё-таки компания «Соевый комплекс» не занимается производством фунгицидов, я думаю, что профессионалы нам более конкретно ответят на эти вопросы. Наше видение следующее, у нас три продукта на сое, и, собственно, один из них «Прозар», это смесь триозольных продуктов, его мы рекомендуем, ну, появились листостебильные заболевания, зашли и отработали, он мгновенно заходит, там, срабатывает, защищает, да, там, аскохитос, септориоз и тому подобное, вот, далее, вот те проблемы с клеротиней, белой гнили посложнее, здесь у нас есть продукт с SDH, механизмом действия фунгицидов, ну, это пропульс, он содержит триозол и SDH продукт, вот, и здесь мы уже в фазу применения, это, наверное, середина цветения, а лучше даже четвёртый, шестой цветок, и также есть ещё продукт, как вы говорили, с озеленяющим эффектом, содержит стробилурин, то, что озеленение, опять-таки, озеленение даёт возможность больше накопить ассимилиантов и потом передать в бобы, вот, что говорит озеленение, да, и по, так скажем, схеме этой, можно сказать следующее, что однократная либо двукратная обработка, в первую триозолы, в вторую уже либо триозол SDH, либо триозол стробилурин, по результатам опытов, вот, с вами соглашусь, мы очень много опытов закладываем по стране, и результаты всегда разные, но если мы с контролем сравниваем, бывает прибавка, бывает нету ее, и здесь вот вопрос, а почему, допустим, по этому году могу сказать, что ключевым фактором было, это засушливые условия, то есть болезни не развивались, и вот наверное основная из причин. Вы сказали в цветение, на цветок, вот когда соя цветет, невредимы, когда работаем фунгицидом? Я считаю, нет, невредимы. Потому что существует много мнений, люди, агрономы даже говорят, что вот когда культура цветет, нечего ее вообще трогать. Считается критической фазой, но соя одна из самых пластичных культур, и тут это тоже необходимо учитывать, вернее понимать, что на сои вот есть такое мнение, лучше отработать позже, чем зарасти, лучше отработать раньше, чем пострадать вот от этих вещей, ну предугадывать допустим вот эти дожди там какие-то аномальные, мы не можем, да, но мы можем открыть любую программу, которая нас прогнозирует, насколько мы можем ей доверять, и насколько мы готовы потратить эти деньги, чтобы, так сказать, надеяться на то, что они у нас сработают, и все-таки принесут должный эффект. тут уже, наверное, психология какая-то больше, да, получается. Павел Валерьевич, хочу дать вам заключительное слово, знаю, что вы можете рассказать о планировании защиты на следующий сезон, как не наступать на грабли каждый год? Чтобы не танцевать на граблях каждый год, все-таки нужно делать выводы, нужно делать анализ каждый год, что вот именно, какие сорняки у тебя прошли, то есть где-то за счет чего-то как бы допустил какие ошибки, но в целом я считаю то, что должны быть какие-то страховые вещи, которые ты должен запланировать заранее и положить у себя на склад или заключить договор с поставщиком то, что тебе в любой момент привезут. Нельзя всегда говорить, что одной из какой-то схемы дешевой, ты каждый год можешь получать хорошие результаты. Ты должен всегда постраховываться и такой же гербицид, например, как Каламазон, я считаю, всегда должен какой-то процент, ты должен сам для себя его определить 30, 40 или 100%, потому что ты сам свои поля знаешь, это поле у меня чистое, а вот с этим проблема, а вот это поле я забрал у другого фермера или у Афрохолдинга поивы купил. Соответственно, нужно думать по полям, смотреть, оценивать каждое поле, какое у тебя, и, соответственно, из-за этого составлять планирование. Что нужно обязательно делать, как мы уже говорили? Мы обязательно должны протравливать семена, это должна быть инсектицидная, фунгицидная защита, то есть это как отче наш. По гербицидной мы поговорили, а что касается чешуекрылых вредителей, видим, что каждый год у нас проблемы, и опять же, рассчитывать на то, что в 25-м году их не будет, ну, извините, это глупо. Сделать такие огромные затраты в выращивании сои, купить семена, протравить, посеять, сделать гербицидную защиту, и вот на этом этапе технологии пренебречь качественными инсектицидами, которые спасут тебя в нужный момент, это, считаю, глупо. Поэтому обязательно специализированный инсектицид, который направлен на борьбу с теми вредителями, которые могут тебя лишить полностью всего, он у тебя должен быть запланирован, и до той степени, что он должен быть у тебя на складе. Что касается фунгицидов и диссекантов, это уже следующие моменты. Здесь, конечно, всё спорно, здесь опять какие-то года и не потребуется фунгицид, потому что, как обсуждали, 24-й год не развивались болезни. Точно так же диссеканты тоже не понадобились многим фермерам. Про эти вещи, я думаю, тоже думать обязательно надо, но я считаю, что в любой момент всегда ты можешь их приобрести, в любом случае, и держать на складе у себя определенных запасов фунгицида, дорогостоящего, кстати, потому что затраты на гектары очень большие, доходят от полутора, наверное, до трёх тысяч рублей, ну вот про то, что эстробиориносодержащие, например. И про диссеканты тоже самое. Поэтому в первую очередь нужно делать выводы каждый год, садиться и смотреть, что я сделал не так, и что мне нужно купить, спланировать для того, чтобы я в следующем году был на коне. Спасибо, друзья, что были с нами и поделились своим опытом. Всех зрителей приглашаю на пятый вечер через неделю, где мы будем говорить уже непосредственно об экономике, о ценах на сою, в том числе с генеральным директором Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Мрылько.